Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как бурятская идентичность в меняющемся мире и об отношениях с братским монгольским народом. Какие вызовы стоят сейчас перед нашим народом и как мы должны на них отвечать. И я с удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. Это Бухан Булган из Монголии, преподаватель японского языка. Также она преподавала в гуманитарном университете в Улан-Баторе. Сейчас является приглашенным членом Комитета по этике Демократической партии Монголии. Также у нас сегодня присутствует наша соотечественница из Бурятии, журналистка, фрилансер в настоящий момент, Алектина Дармаева, девичество Гармаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте начнем наш разговор с того, что есть вообще идентичность. Раньше, насколько я помню, когда мы в Советском Союзе еще жили, мы это слово не использовали. Это слово мы начали использовать уже позже, когда до нас стали доходить термины, которые, в принципе, приняты во всем мире сейчас. Вот что для вас есть это слово? Вы знаете, мне кажется, вопрос идентичности, самоидентичности, это очень важный вопрос для каждого человека. И вот эту идентичность, ее исследуют с разных сторон. Каждый человек, родившись, он начинает познавать себя. Для нас, монголов и бурятов, мы все родственные народы, мы родные, и мы знаем, что у нас есть монгольское пятно. Как это вы используете в вашей жизни? Мы говорим о хухтарп, голубое пятно, да, синее пятно. И для меня это очень важно. У меня два сына. И когда я стала впервые мамой, для меня было очень важно взять ребенка и, раскрыв пеленки, убедиться, что у него есть вот это монгольское пятно. Но, мне кажется, это очень удивительный дар нашему народу. И я горжусь тем, что наличие этого пятна, этого удивительного какого-то метки или отметки, я не знаю, как правильно сказать на русском, оно не толкнуло нас в разные такие страшные измы, например, нацизм или фашизм или что-то такое. Наоборот, наши, мы, мы монголы, мы буряты, да, я сама бурятка по матери, мы создали Великую Монгольскую империю. И наши предки были одними из тех из немногочисленных народов мира, которые смогли создать империю. Не каждый народ создает империю. Поэтому, конечно, в современном, именно сейчас, да, в современном мире слово империя, оно носит негативный оттенок. Но то, что у нас такая история, она немного другая, мне кажется. И мы, наверное, будем об этом в дальнейшем говорить. Ну вот, уважаемый Дулган, сейчас об этом говорит, а я, честно говоря, совсем из другого поколения, из другого совсем среды. Я метистская, я на четверть бурятка, на четверть Рязиа, это маргва народ, наполовину русская. И в моей семье об идентичности никогда не задумывались. И родители жили в городе, а их родители были из деревень. И тогда деревенская часть жизни, она всегда была какой-то... Ну, не хочется, конечно, употреблять такое слово, какой-то второсортный такой. То есть есть вот какие-то вот эти вот деревенские вещи, но нужно стремиться в город, нужно стремиться к хорошему образованию, нужно стремиться интегрироваться, я не знаю, так называть, европейскую, может быть, культуру. Как-то вот в таком ключе в каком-то это всегда было. И о своей идентичности я стала задумываться не так давно, честно говоря. У меня папа, к сожалению, очень давно умер, я еще была студенткой. И как-то связь-то совсем порвалась с его родственниками и так далее. И через какое-то уже продолжительное время, когда я сама стала мамой, когда у меня уже долгое время был супругом, прожили он тоже метист, он наполовину украинец, наполовину бурят. И в какой-то момент я начала терапию как раз-таки из-за ранней потери отца, начала ходить к психологу, и вдруг начала вспоминать что-то, осознавать. И в этот момент, конечно, для меня это был какой-то момент прозрения, потому что я свои взгляды начала менять. Я, честно признаюсь, я тоже не задумывалась никогда об этом, не задумывалась о культуре, о богатстве культуры. Но с чего все это началось? Это лирические моменты. Я лет пять назад начала часто ездить в сторону кяхты, в сторону родины отца, по работе вообще ни к нему, ни в отцовский дом. И вдруг в какой-то момент я начала ездить, да и плакать. Вот я еду одна за рулем машины, вижу эти степи, у меня начинают литься слезы. Я сначала даже не понимала, а потом этот тон-то не так, видимо, вот этот откуда-то из детства, изнутри, вот с возрастом, ты вдруг начинаешь это осознавать. И я начала копать в эту сторону, как раз-таки начала осознавать это. И насколько это важно начала осознавать. И, к сожалению, конечно, в наших семьях и у супруга у меня все это утеряно. И сейчас как по каким-то крупицам вообще собираются и память о предках, и семейные какие-то истории, потому что часть, например, предков мужа, они были ламами, и они ушли из Бурятии во время гонений. И у нас есть какие-то родственники в Монголии, которые мы хотели бы разыскать, например. И вот сейчас такая большая работа по восстановлению. И мне кажется, таких, как я, в Бурятии очень много. Очень много таких прерванных, сломанных ниточек, веточек. И вот много вот таких, как я. Ну, то есть кто я, да, бурятая, русская, кем я себя идентифицирую, я не могу сказать сейчас. И вот таких смешанных забраков очень тоже много было. И вот мы, мне кажется, сейчас мы самая многочисленная часть Бурятии, но при этом самая глупая, наверное, самая неосознающаяся, потому что мы потеряны в этом котле. И вот эта тема для меня, да, интересна. И в том числе, благодаря своей работе журналистов, я тоже начинаю об этом задумываться. И думаю, конечно, что я просто обязана какую-то часть по восстановлению сделать в своей жизни. Я в свое время тоже начала задумываться о том, что случилось с нашим народом, особенно за 20 век. Потому что, например, я, это такой продукт советского воспитания, особенно вот когда Мадагоев, который был первым секретарем обкома КПСС в Бурятии, то есть в одностороннем порядке, можно сказать, в Бурятии было прекращено преподавание бурятского языка в школах. Ну, потому что так, как бы в Москве сказали, что вот надо развивать русский язык, нужно, чтобы дети все говорили хорошо на русском языке. И в других республиках, в общем-то, не стали следовать так слепо этим указаниям. А вот Мадагоев, он побежал впереди поваровоза. И сейчас я наблюдаю такую тенденцию, к сожалению, что власти республики, они продолжают оставаться такими верными исполнителями воли Кремля. Но это мы видим сейчас на примере, например, Алексея Цеденова, который с гордостью начинает, с гордостью объявляет о том, что Бурятия перевыполнила план по мобилизации. В общем, никто ведь их не требует, да, с наганом у виска это делать. Но тем не менее, вот они это делают. И, ну, вот это просто, наверное, один из таких примеров манкуртизма. Манкурт – это термин, который вёл Чингис Айтматов в своём романе «Буранный полустанок» или «И дольше века длится день». То есть все люди, которые читали этот, ну, даже те, кто не читал этот роман, этот роман стал на самом деле культовым в конце советской эпохи. И вот многие представители таких вот народов, как наш бурятский народ, там, я не знаю, вообще Чингис Айтматов – это киргизский писатель. Но этот термин, он вошёл в обиход, можно сказать, всех народов, которые населяли Советский Союз в тот момент. Потому что он очень точно отражает вот это вот, к сожалению, это явление оторванности от корней. Оторванность от корней. И я помню, я читала, например, письма нашей великой, я могу сказать, художницы Аллы Цибиковой. То есть она была на самом деле гениальная художница бурятская. И она писала о том, что по сравнению, например, с Монголией, когда она поехала в Монголию и увидела работы монгольских художников, она поняла, насколько вот там эта преемственность сохранилась. А она ощущала себя человеком, который, в общем-то, не знает, кто он. Вот эта вот связь времён прервалась. И вот она писала про свои работы, что, ну что это говорит? Я, в принципе, больше чувствую связь, наверное, с европейской традицией. То есть она выросла в европейской традиции, она училась в европейской традиции. И для неё, в общем, ближе была вот эта вот именно европейская живопись. И она говорила, что вот у неё как бы настойное её творчество на вот прованских травах, да, а нужно, чтобы оно было на чабреце. И при этом она, тем не менее, вот она смогла передать, передать что-то глубинное вот в своих работах. Потому что, когда я смотрю на картины Аллы Цибиковой, я вот вижу вот эту вот какую-то мистическую ноту нашей культуры. И вот какая-то вот эта вот именно вот женский взгляд на культуру. То есть там и степи, и горы, и вот эти птицы фантастические, которые в каждой картине есть, и дети. Вот примерно подобное тоже чувство было, когда я слушала концерт бурятской музыки. Ну, это был, кстати, играл Батушин, который является, который монгол. Вот, но он стал просто представителем бурятской музыкальной культуры, потому что вот он с начала 90-х годов живёт в Улан-Удэ и является солистом театра Байкал. И я помню, что вот как-то сидела там, закрыла глаза, и вот встала передо мной эта картина, даже не картина, а как будто я в степи вдруг оказалась, хотя это было в Улан-Удэ. И вот что-то глубинное начинает затрагивать именно через искусство. И у многих людей, которые родились в Бурятии, выросли в Бурятии, но, тем не менее, тоже ощущают вот это вот чувство, щемящее чувство оторванности от родной культуры. В какой-то момент я заметила, вот в среде такой молодой бурятской интеллигенции, так скажем, родилась вот эта вот идея, что нам необходимо всё-таки прийти к названию Бурят-Монголия. Но вот эта тема, она поднималась и до этого. Ну, просто вот в начале 2000-х годов, я помню, когда мы недавно разговаривали о нашем форуме бурятского народа «Бурятия.org», вот там вот шли такие дискуссии о том, что кто мы, буряты или бурят-монголы. И, естественно, речь не шла о том, что там мы будем требовать политические требования, выставлять о том, что нам нужно называться бурят-монголией. Это были просто разговоры о том, кем мы себя должны ощущать и к чему мы должны стремиться, вот, то есть, с кем мы соединяться в культурном, духовном отношении. И поэтому рождались такие проекты, как «Волшебная буря». Ну, то есть, вот один мой друг, дизайнер, он выпустил альбом, фотоальбом и назвал его «Бурят-Монголия». И я думаю, что вот эта вот тема единения с монгольским миром, она началась, ну, как бы вот, она была впервые, наверное, озвучена в конце 19-го, в начале 20-го века. Это идея панмонголизма, который продвигали наши бурятские, первая волна бурятской интеллигенции, которые стояли как раз и у истоков монгольского государства, и у истоков Бурят-Монгольской республики. Вот, потом они все пострадали за это. И, ну, эта идея, тем не менее, живет. И вот что вы думаете вообще об этом? Удивительный рассказ, очень интересно узнать об этом. Большое вам спасибо. Это просто удивительно. Я думаю, что если народ будет, как бы сказать, получать счастье от своей культуры, находить красоту в своей культуре, в своей идентичности, в своих предках, когда у человека в сердце, да, внутри сердца спокойная, вот, как бы сказать, нормальная, красивая связь с предками, мне кажется, вот это и есть иммунитет. И это и есть. Поэтому я считаю, что не стоит отчаиваться о том, что нет хорошего знания монгольского, бурятского языка и тому подобное. Язык это всего лишь инструмент. Мы видим, какая страшная война развернулась из-за русского языка, например, в Украине, да. Вот, поэтому, мне кажется, пусть человек не говорит на бурятском, на монгольском языке, но он бурят, он монгол. И мы должны трепетно, и трепетно относиться к этому, к его миру, да, потому что у него в генах, в его крови течет вот этот монгольский, что-то такое монгольское, да, бурятское. Поэтому я думаю, что не стоит отчаиваться, а вот ваши рассказы о прекрасных художнице, да, о дизайнерах, это очень прекрасно, потому что искусство, культура, традиции, да, вот, например, на том, разные состязания наши, да, например, на том у нас каждый год проходит. Это все, это все выражение счастья, мне кажется. И я как, я некоторое время преподавала, компаративистику японской монгольской культуры, немножко совсем малое время, и я очень долго думала, что же такое есть культура, да, особенно для нас, кочевников, которые не умеют возделывать землю, которые тысячелетиями берегли землю, да. У нас же сапоги даже вот с таким вот носком, да, вверх, чтобы не ранить землю. Ну, это, конечно, легенда, вот, но это очень красивая легенда. И мне кажется, вот, если мы будем искать красоту в себе, внутри себя, в предках, в истории, в традициях, в отношениях с друг с другом, если мы будем всегда, да, если красота будет нашей путеводной звездой, то пусть называют, хоть и не бурят монголами, да, пусть уберут это слово, пусть там административные вот единицы, да, как хотят русские, вот они же разделяют, Иркутская область, Забайкальская. Я тоже помню, в начале 2000-х очень много монголов, с которыми я общалась, и у нас был, нетворк образовался, как раз интернет очень начал набирать силы, и там мы все говорили во внутренних чатах о том, что вот с бурятами, что русские делают, они специально административные единицы так разделяют, чтобы у них было разделение, да, между собой, чтобы они отвечались, как бы, да, отмежевались друг от друга. Но это маленькие преграды. Если мы будем находить в сердце друг друга красоту, доброжелательность, да, и если элита наших стран будет заниматься гигиеной, гигиеной мышления, будет родить за экологию нашей культуры, за наши традиции, да, и если мы будем создавать вместе вот это интеллектуальное богатство, и если мы не будем отчаиваться, не впадать в уныние, то все будет нормально. А язык это просто инструмент. Всегда можно научиться любому языку, поэтому нормально, я думаю. Это тоже по идентичности. Для меня, как бы, проблема действительно в том, что мы утеряли связь с нашими корнями, и когда мы восстановим эти связи, у нас действительно будет более хорошее ментальное здоровье, и, в общем, у нас действительно многие вещи наладятся для нас, как для народа и как для индивидуумов. Я хотела сказать о сложном составе нашей идентичности. Мне кажется, что это действительно сложность, особенно бурятской идентичности. У нас, наверное, наиболее вообще самая сложная идентичность из всех, с кем я сравниваю. У меня муж еврей, русский, из России еврей, у него тоже такая сложная идентичность, но это даже близко, не приближается к тому, кем мы себя ощущаем в мире. И по мне, так это наша сила и действительно красота. И мы должны пользоваться этими преимуществами и осознавать их как таковыми. Мы себя ощущаем действительно... В России мы никогда не ощущали себя русскими. Я не знаю, вот есть такие, конечно, люди, но меня всегда поражает как бы это... Мне кажется, это вообще очень удивительно и странно, потому что как можно ощущать себя русским в стране, которая тебя дискриминирует и тебя не воспринимает как второсортным гражданином. Это просто удивительная какая-то адаптивность некоторых людей. В Монголии мы тоже себя, естественно, себя ощущаем немножко по-другому, потому что мы выросли, и вот мы с нашим промыванием мозгов, с нашим воспитанием и так далее, мы просто с нашим патриотическим воспитанием. Многие, конечно, не ощущают себя одинаковыми с Монголием. То есть мы ощущаем такую вот щемящую действительно близость, мы чувствуем, что это наша родина, но это чуть ли не наша какая-то прародина. То есть мы все равно чувствуем себя немножко другими в Монголии. То есть мы единый народ, которые находились в разных условиях. И в результате этого немножко отличаемся. В мире мы себя тоже не можем называть, допустим, россияниной, потому что все как-то... А кто вы на самом деле? Никто нас не воспринимает россиянами, потому что мы не представлены в этой стране, и люди, естественно, нас не знают. И так далее. То есть у нас этот постоянный вот такой диссонанс наших идентичностей, и при этом, допустим, где-то на каком-то уровне, допустим, за границей, я, да, себя ощущаю с россиянами, да, вот там нахожу какую-то русскую общину, естественно, я чувствую с ними какую-то близость. То есть мы, у нас это просто мы человек, мы люди с очень сложной идентичностей, и на каком-то уровне мы ощущаем близость с многими народами, и при этом мы сами не знаем иногда, кто мы. И сейчас действительно настало время, чтобы мы разобрались с этим вопросом, потому что идентичность, как я говорила в прошлом нашем интервью с Раджаной, это вещь такая, как говорится, очень гибкая и легко строится в нужных условиях. И для нас, конечно же, решение – это построение своей государственности, то, чего у нас не было. Мы всегда были дитями-сиротами, да, сироты-примачехи недобрые. Вот, и когда мы наконец-то обретем свой дом и скажем, что это вот наш официальный дом, это наша страна, наша культура, наш язык, наша Родина и так далее, все станет нам на свои места. И при этом мы будем только приветствовать всю сложность нашей ментальности, потому что у нас, вот Аля, пожалуйста, пример, да, столько крови намешано, и у нас таких людей действительно почти, наверное, почти все. Я делала, правда, я делала ДНК-анализ из любопытства, да, у меня там все ясно, как бы одна Азия, Монголия и сибирские народы, вообще там ничего нет. Я даже удивилась, как это, да, мои предки, вообще никто не пересекся ни с какими ни русскими, ни финнами, там, ни кем, короче. Но, тем не менее, сын мой родился без пятна монгольского. То есть мы все такие. У нас очень сложно, да. И это прекрасно, и на этом мы будем строить нашу политическую идентичность в Бурятии, потому что у нас вот такое наследие, и мы этим гордимся, и мы этому рады, да, что у нас действительно очень культурный такой богатый регион образовался. И, насколько я понимаю, этот регион всегда отличался этим. Даже в Монгольскую империю я, насколько, если я не совру, это же было место диссидентов, туда сбегали всякие, в общем, вольные товарищи, да, это, наверное, есть наша какая-то идентичность. И для меня быть бурятом, это и есть быть человеком открытым, быть человеком смелым, исследовать, да, быстро учить какие-то новые языки, быть очень открытым к новым знаниям, и принимать все, интернализировать. И мне кажется, это вообще Монгола всегда отличало, потому что вот у нас была Великая империя, но при этом ни один народ после нашей империи не говорит на монгольском, да, мы никому не навязывали. То есть это в этом главное отличие нашего менталитета, видимо, который мы должны осознать и как-то вот интернализировать, что мы действительно такие вот explorers, да, такие исследователи, такие экспериментаторы. Нам все интересно, мы все смешиваем, делаем различные вот новаторские вещи. И при этом мы действительно все принимаем. Чингисхан принимал всех детей врагов, принимал свою империю, свою страну. Это тоже нас отличает, мне кажется. Мы люди такие вот великодушные. Тоже, мне кажется, наши черта. Я думаю, Булкан лучше разовьет эту тему, потому что я помню в нашей прошлой беседе вы интересно об этом рассказывали. Да, конечно, я совершила каждым словом, с каждой буквой. Да, мы монголы, мы бурят-монголы. Наш мир таков, наше понятие империи, оно немного отличается от того, что написано в учебниках, да, в Википедии. Мы, которые наследники, да, мы наследники великой монгольской империи. Чингисхан, я считаю, он бурят. Я люблю думать, что он бурят, что наша Монголия, да, вот монголы, они перешли из-за океана. Мне кажется, этот океан является Байкалом. Поэтому Бурятия, Байкал, это наша точка исхода. Это наша родина, она наша глубинная родина. Поэтому будем, будем, как бы сказать, уверены в своих силах. И мы знаем, что Великая Монгольская империя, она была инклюзивной империей. Она похожа на Римскую империю. И она принимала всех разных людей. И эти люди с удовольствием служили монгольским ханам. И я думаю, что вот эта хистрота, да, разнообразие, любопытство к миру, да, к разным культурам, вот это отличает нашу империю. Поэтому дефиниция, да, которую может дать монгольский народ слову империя, она совсем другая. Я считаю, что Россия, это колонизаторская страна, это страна с многостолетним колонизаторским мышлением. У них колониальная, мне кажется, традиция. И эта страшная традиция саму ее убивает. И мне очень жалко видеть Россию сейчас, в наше время. Мы, монголы, считаем, что и Россия, и Китай это наши, как бы сказать, ученики. Но, наверное, это странно слышится некоторым людям, но мы считаем, что мы очень древний народ. И наша история такова, что мы очень одиноки. Наша монгольская полиси, это очень одинокая полиси. Мы всегда поем аутсайдерам, мы кочевники, мы отличаемся способом жизни. Поэтому у кочевников главное свойство это любопытство. Недалеко от Олан-Баттера есть обелиск, который поставили совместно с ЮНЕСКО, кажется, с международной организацией ЮНЕСКО. И на этом обелиске написано, что отсюда в этом месте находят начало три океана земного шара. Понимаете, это Монголия это высокое плато, высокая степь, откуда все реки уходят в море, в океаны. Поэтому я думаю, что для монголы это нормально, да, идти за за течением ручейка, реки и всегда любопытствовать, куда же оно приведет. Поэтому была наша экспансия. Но эта экспансия была, конечно, много и хорошего, и плохого в любой экспансии. Но средние века, раннее средневековье, оно было таковым. Но я горжусь тем, что Монголская империя, она была инклюзивной, она принимала всех. Мы знаем наших великих, как бы сказать, соперников. Мы знаем великих Марка Полота, рубрика. И много людей, которые были в нашей империи. Мы умеем принимать других. Так что когда мир пестрый, когда он разнообразный, это вкусно, это красиво, это интересно. поэтому я согласна с вами. И буряция в будущем это будет прекрасная страна, где будут жить разные люди с разными культурами, традициями, которые будут всегда вносить что-то новое. И это будет источником развития, мне кажется. Это просто прекрасно. Самое страшное, конечно, что сейчас идентичность насаживать сверху, пытаться другую идентичность навязать, так называемые боевые бурята и так далее. Совершенно сверху насаживаем идеологию, показать, что это такие люди, совершенно несвойственные нашей нации вещи, но это искусственно делается. Я об этом очень долго думала, потому что, конечно, у меня было когда все произошли события, буча и так далее, когда пошли первые эти слухи, это, конечно, была огромная трагедия, было непонятно, как дальше жить вообще, как называть кем себя и кем себя считать. И я об этом прямо долго думала и начала понимать, ну, как мне кажется, про культуру мы поговорили сейчас, и культура, действительно, это кажется, ну, культура, а культура это вообще основополагающая вещь нашей жизни. И как раз таки в последние годы пусть со стороны властей это все делалось формально, на этой жизни, ну, выделяли какие-то деньги, какие-то мероприятия проводили, но даже вот эти какие-то малые старания, они все равно приведут к тому, что я бываю во многих домах. Вот такой элементарный пример стали хоронить по порядку обычаям. Это вот действительно такого не было раньше, даже 15 лет было, чтобы сейчас это делают все, все мои знакомые, родственники, семьи делают это. во всех домах практически появились алтари. Тоже вещь вернулась обратно. Этого не было, когда я росла, когда я росла в 90-е, что дома, где-то стоял алтарь у кого-то. Сейчас, да, и то есть культура вот эта, она потихонечку начала подтягиваться, и появилось очень много исполнителей, например, наши рейперы, да, вот Алихандзе, как они стали популярны в Монголии в одно время. То есть вот тоже, да, этот момент, современное искусство, ребята, музыканты, вот Лутар, например, музыкант уехал сейчас в Монголию тоже, то есть человек заявку вообще на мировую знаменитость, очень классно, его во всем, уже начали прямо узнавать. И вот мне кажется, здесь как раз таки и кроется, почему еще, ну, как бы, я думаю, что анализ какой-то проводился, и было понимание во гласных кругах, что идентичность нас все равно зреет вот таким образом, по чуть-чуть, из каких-то вот этих уголков, на бытовом уровне, на уровне семей, каких-то, да, на уровне этих лотарей. И появилось вот желание какое-то вот это разрушить и разрушить вот таким образом. Потому что, ну, действительно, сравнили с геноцидом, да, ну, действительно, это, я согласна с этим полностью, то есть решили вытравить все, что можно. И, ну, вот, и как раз таки культура вот в этом смысле, конечно, нас должна спасти. Ну, первое и самое главное, о чем я постоянно говорю, что, конечно, нужно уезжать, если есть риск попасть в армию. То есть лучше какое-то время, это все равно не навсегда, я всегда говорю своим знакомым, мужчинам, лучше уехать и сохранить это в себе, да, устроить себе человека, не убивать других людей и потом вернуться, потому что построить снова можно, если в тебе это есть, да, чем ты пойдешь и потом будут говорить, что, ну, это буряты убивают там всех подряд, дикие там, необразованные и так далее. И, конечно, почему я очень много, ну, так, я старалась делать материалы и писала, была на похоронах солдат, и, ну, к слову, я больше, часть похорон, которые я посетила, это были этнические русские ребята, деревенские, не буряту. Документальное описание похорон, детальное, показать, как это все происходит. Не потому, что я люблю какие-то детали, вот эти, что я такая кровожадная, мне хочется рассказывать о том, как в гробу лежало обгоревшее тело. Было желание показать, что в этом нет ничего героического, что это романтизирует, что показывает, что да, давайте, пойдем, мы такие все вместе. Вот хотелось вот этими описаниями, детальными, о том, как руки обгоревшие лежали, показать другим людям, что ну, как бы вот это, то есть, вот это то, что ждет, вот это война, а не то, что вам показывают, то, что вам говорят, что ты герой там и так далее. Защищать свою родину, я не спорю всегда, да, и я всегда говорю, если на мою родину напали, я бы сама взяла бы оружие, защищала ее, это нормальное желание защитить свой дом. Но сейчас совершенно другая ситуация. И вот, конечно, вот культура, культура нас спасет. Мое мнение просто, я не знаю, единственное, что, мне кажется, можно спасти. Первое, это себя спасти нужно и уехать на какое-то, может быть, время. И в этом нет ничего страшного. И второе, это, конечно, сохранить себе вот это. И, по хорошей примеру, как хороший пример, это, например, внутренняя Монголия, да, я там тоже бывала, и все мы понимаем, то есть, мы их действительно сохранили, то есть, они уехали, увезли это с собой. И когда иммигрантов начинают, причем, я не планирую эмигрировать из России, планирую оставаться в Бурятии, надеюсь, Бог пронесет. Но, я понимаю тех, кто уезжает, я понимаю, что те, кто уезжает, возможно, они сохранят в себе больше культуры и больше корней, чем те, кто остаются в это время. И те, вот, и их разрушает то, что происходит в стране, вот все выжигает внутри. Поэтому я ни с какой ненавистью или там, к иммигрантам не отношусь и не считаю, что они не имеют права говорить и бурять, они имеют абсолютно такое же право говорить, высказывать, рефлексировать на эту тему, ну, потому что, ну, зачем вообще делиться нам? Вот еще, что я хотела добавить, в принципе. А я хотела бы как раз спросить еще, вы ведь достаточно долгое время с начала этой военной операции, войны провели вот именно в Бурятии. Вы заметили, как вот менялись настроения в обществе? То есть, вот объявили о начале свода и у меня было такое впечатление, что сначала первая реакция была шок. Вот, и как потом, и потом вот, я вот заметила, что, к сожалению, сначала, да, действительно, было очень большое неприятие, вот я сейчас пока свои, да, впечатления, а потом хотелось бы узнать, да, не могли бы вы рассказать об этом? Так, ну, смотрите, первое слово, которое приходит мне на ум, синоним это лицемерие. Мы так долго живем в лицемерии, вот наша страна, пусть будет как лицемерие, это когда по телевизору тебе говорят одно, есть какая-то общая жизнь, есть твоя частная жизнь, когда на 4 ноября на мете гоняют людей, и ты все это знаешь, и ты живешь в этом, и ты даже не осознаешь, что это плохо, то есть это одно большое лицемерие, декларируемое того, что есть в своей частной жизни. И вот мне кажется, что люди настолько привыкли к этому дуализму, что даже когда началась война, то есть опять-таки, ну, то есть моя страна, опять, вот они что говорят, начали войну, а мы опять, мы продолжаем жить в своей частной жизни. Я заметила это. При том, что понятно, что у меня немножко круг общения еще, ну, он немножко сдвинутый, потому что это, видимо, сфера, я хочу сказать, что я до увольнения работала на одном из местных телеканалов бурятских, и просто все, абсолютно все против, но никто не говорит этого вслух, все боятся. И вот эти приговоры, жестокие, тоже не просто так они появляются, то есть это совершенно раздомный человек, может быть вытянут буквально, и доказано через строго, это тоже как бы людям показывать, что ну, никто не в безопасности. Я с начала войны постоянно высказываюсь против, и слава богу, то есть у меня были какие-то там предупреждения, звонки, но это было что-то такое мимолетное, а кто-то там одно слово сказал, его там буквально упаковали. Я думаю, что это, конечно, политика страны многолетняя, вот такая, которая из людей сделала вот таких ханек. И когда, ну, ты начинаешь рассказывать в соцсетях, там в Инстаграм, в Фейсбук, о способности в Инстаграм, потому что мне кажется, там больше средств, но в Фейсбук не очень популярен, Инстаграм очень популярен, и там вот больше средств, психологический. И люди такие, типа, тебе заниматься нечем, ты вообще о чем? У тебя нормальная работа, машина, квартира, я, ну, как бы, твоего мужа там, твой муж не военный. И вот это вот ощущение, конечно, сейчас мобилизация, когда это коснулось, ну, практически всех, все начали бояться, конечно, чуть-чуть колыхнуло, и на этом все. Поэтому мне кажется, что это было специально подумано. Я не вижу в обществе никакого негатива даже. То есть людям неудобно, потому что карточки не работают, потому что H&M закрылся, как бы, а где покупать вам себе одежду? Но в целом, это, конечно, и знаете, еще такой один момент, тоже важный, когда мы делали материалы про семьи погибших и про похороны, тоже такой момент тонкий. Соглашались говорить только те, кто еще не получили выплаты. Вот те, кто не получили от государства вот эти деньги. Те, кто получили эти деньги, они отказывались всегда. То есть герои на сюжетах установились, материалы установились те, кто, например, гражданская жена погибшего. Ей предстоит только сделать ДНК, чтобы доказать, что ее трое детей вообще имеют какое-то право на выплаты. Она, да, она хочет об этом говорить, она согласна. Это тоже политика государства, держать людей в нищете. Ну, действительно так. То есть, нищие, как говорят, нищие молятся на то, что их нищета гарантирована. И вот это тоже часть нашей жизни. Мы действительно очень плохо живем. Это правда. Мы действительно очень бедно живем. И вот эта смерть, этот клубок, я думаю, и помог власти настолько эффективно это все творить и при этом не получать никакого... То есть, протест действительно единичный. Это что-то из ряда вон выходящее. И как это изменить, и как это изменится, я, честно говоря, пока не вижу выхода, кроме того, что просто ход времени. То есть, все не вечны на этой земле, и просто этот ход времени, он это перемолит. Но пока, конечно, в обществе никакого такого какого-то негатива по этому поводу. Не все продолжают жить свою частную жизнь. И это страшно. И еще последний тоже момент по поводу договорю. Вот я приехала в Таиланд и подписалась на местные чаты какие-то по общению. Я в небольшом нахожусь в острове. И там... Здесь в частной секторе очень много собак. Ну и собачки ходят, щенки. Это, в общем, жизнь этого острова. И в чате русские женщины начали возмущаться. Почему тайцы не решают проблемы бездомных собак? Совсем где тайцы борзели? Мы тут приезжаем, вот эти собаки их бегают. И вот это наша ментальность в том числе. Я, только я, вот, например, в прошлом году писала материал о том, как в Бурятии заживо женщину съели собаку. После этого еще раз, еще одну женщину съели собаки. В чате в соседней ребенка, который шел из музыкальной школы, тоже буквально год назад съели заживо собаки. И в России это окей. У нас сидят детей, пожилых женщин. Это происходит рядом с нами. И никто в целом не удивляется этому. Но извините, пожалуйста, вот здесь на острове в Фаиланде в Митейце, пожалуйста, возьмите и решите эти проблемы, потому что мне неудобно с ребенком ходить. То есть вот даже такие мелочи, например, меня не цепляют, потому что в России никто не возмущается по этому поводу. Я не знаю, как с этим работать. Я бы хотела понимать, какой из этого есть выход. Но у меня нет ответа. Вот эта рандомность наказаний за, например, какие-то высказывания о войне мне напомнило описание того, как происходил слом воли заключенных нацистских канцлагерей. Об этом как раз писали выжившие, что не было абсолютно какой-то системы правил, то есть не было абсолютно вот такого знания точного, что вот если я буду себя вести так, то меня не накажут. Этого не было. Абсолютно можно было получить наказание за все, что угодно. И это как раз вызывало в заключенных это чувство бессилия и покорности. И мне кажется, именно это происходит сейчас со всем российским обществом. Именно вот то есть я понимаю сейчас у кого учится режим. то есть он просто учится по методичкам администрации этих нацистских концлагерей. Хочу сказать, что по поводу того, что можно сделать. Во-первых, что касается нашего имиджа, который там Папа Римский и все кому не лень добавили к этому, нам не остается выхода, кроме как воспринять это как плохой пиар. Сейчас буряты так сложилось у всех на устах все вдруг узнали, что есть такие буряты в Сибири. Поэтому нужно делать лимон из лимонадов. Ой, это лимонад из лимонов. Нам нужно теперь, раз уж о нас вдруг стало известно, теперь говорить побольше о себе самим, потому потому что сейчас как бы все вдруг узнали, что кто-то кибуряты, все будут слушать нас. Теперь у нас есть площадка, мы можем наконец рассказать сами о себе и пользоваться этим. Это первое. А второе, что касается того, что происходит, возрождаются какие-то традиции и так далее, мне кажется, очень важно руководить этим процессом. В том числе, почему мы решили сделать такую запись сегодня, нужно начать обсуждать эти темы, начать вытаскивать это все из подсознания в общую публичную дискуссию. Люди должны начать обсуждать эти темы, размышлять над этим, потому что если не руководить этим процессом, это просто будет какое-то суеверие всякое возрождать то, не знаю, что-то. То есть это какое-то общепосознательное, которое у нас сейчас особенно в результате всей государственной политики, оно такое немножко дикое, темное, да, у нас же как наше телевидение, оно же полностью поощряет какую-то ненаучность, да, какой-то суеверие, вот вообще какие-то полные чуши, глупости, чтобы вот с этим нужно бороться, нужно делать это все более научно, более правильно, не знаю, нужно, чтобы мы действительно осмыслили, да, что в нашей культуре хорошего, и что нужно оставить, а что нужно выкинуть на помойку, потому что в каждой культуре есть такие вещи, которые нужно оставить в прошлом или отнести в музей, да, в рамочку обрамить, поэтому для меня, да, это мне кажется первая очередь, следующее, это говорить побольше о колониальном мышлении, о колонизации, потому что наши люди продолжают видеть себя глазами колонизаторов, да, то есть они не осознают себя субъектом, и вот они повторяют всю вот эту ерунду, которую о нас говорили нам, допустим, русские, ну, в смысле, наше вот официальное, как бы, вот, что вот мы выборят вот такие, да, и мы начинаем соглашаться, да, да, мы такие, да, и даже если мы такие, допустим, я, например, не склонна к тому, чтобы обелять наших несчастных этих бурят, которые там все жертвы, там их заставили, и так далее, да, конечно, есть часть людей такие, но многие осознанно, к сожалению, это делают, и там еще кичатся тем, что они вот такие патриоты, да, есть вещи, которые неприятны, но нужно посмотреть фактом в глаза, но осознать, почему, да, почему мы стали такими, потому что все это время, пока мы вот в таком положении находимся, какие качества вообще поощрялись и развивались все это время, вот это лизоблюдство, вот эта приспособляемость, вот это лицемерие, о котором Аля упомянула, то есть все эти качества, они культивировались для того, чтобы нужно быть успешным в этой системе, и, естественно, мы имеем такой результат, но означает ли это, что мы, буряты, такие по природе? Конечно же, нет, да? Нужно как бы все это осознать и начать с этим бороться и возрождать наши истинные качества, которые нам присущи, которые нам будет легко вспомнить и практиковать в нашей жизни. Вы знаете, вы рассказываете об очень важных вещах, о которых я еще должна продолжать думать, как бы сказать, задумываться, да, еще переосмысливать, это очень важная тема, которую вы все поднимаете. Я хотела бы сказать, что проблема индивидуации, я бы хотела применять это слово индивидуация, это слово применяют, особенно об этом говорят много люди, которые изучают Древнюю Грекию, эллинов. У древних греков было несколько видов индивидуации, первое, это биологическое, то, что дано вот это физическое тело, вот я есть. Это вот такое физическое, физиологическое, биологическое индивидуация. Они еще различали религиозную индивидуацию. Вот сейчас мы живем и вдруг умираем, да, в какой-то момент мы все умрем. И что нас ждет после смерти? Вот задумывание об этом, да, это это такая вот вид религиозной индивидуации. А у древних греков еще было очень распространено, в отличие от других великих культур древности, авторская индивидуация. На каждом, на каждой вазе, да, на каждой картине, скульптуре всегда было написано, да, это вазу сделал Никофор какой-нибудь, да, или Геракли какой-нибудь. Это всегда находят. Поэтому у древних греков это удивительное свойство авторской индивидуации. Авторская индивидуация очень важна, потому что авторская индивидуация в конце концов привело человечество к свободе слова, потому что человек рожден, чтобы сказать свое слово. И это очень важная индивидуация. И еще один важный вид индивидуации был у древних греков это гражданская индивидуация. Мы все знаем Сократа, Платона, Аристотеля, великих философов, мудрецов Древней Греции. Они все. Мы знаем, что начиная с Сократа все мыслители Древней Греции требовали, что свободный грек гражданин Греции, он должен участвовать в политической жизни. Поэтому у них вот эти форумы, они все открытые. Там всегда могли собраться любые свободные граждане и обсуждать политические дела, дела социальные, проблемы своего, полису, своего общества. Поэтому нам всем постсоветским, постсоциалистическим странам я считаю, что надо очень хорошо задумываться и с умом подходить к вопросу индивидуации, находить и взращивать свою субъектность. Я в прошлом, в прошлом нашей встрече говорила о политической нации, да, культурная нация, она бывает близкой, далекой, очень разной, но политическая нация это то, что должно делать это общество. Мне кажется, это очень важный вопрос, и вот эта индивидуация, она связана с понятием идентичности, самоидентификацией, о которой мы сегодня говорим. Это наш топик, да, поэтому взращивать ответственного, зрелого гражданина, это первое, самая важная задача, кажется, на данный момент. Это потребует годы, конечно, десятилетия, это очень важно. Мы все знаем, что либерализм это та точка, к которой мы хотим прийти, каждый человек хотел бы прожить свободную, наполненную смыслами жизни, это понятно. Для того, чтобы обрести либерализм, мне кажется, я считаю, что мы используем инструмент демократии. И в этом инструментарии есть, если кратко сказать, четыре важные вещи, четыре важные составляющие. Это свобода высказывания, свобода участия в политической жизни, это первое. Второе, это право выбирать и быть выбранным. А третье, это дигнити. я не знаю, как это переводится на русский. Продолжу. В общем, хочу сказать, что либерализм это то, к чему мы хотим прийти, используя инструментарии демократии. И в демократии, если сказать кратко, есть четыре важные составляющие. Это право голоса, право быть выбранным или право участвовать в выборах. Вот эти две составляющие можно упорядочить каким-то законным способом. Можно создать правила, законы, чтобы человек, гражданин участвовал в выборах или был избранным, чтобы у человека была свобода слова, возможность высказываться на политические, на гражданские темы и тому подобное. А две другие составляющие это достоинство гражданина и воспитание ответственного и зрелого гражданина. Вот эти две составляющие невозможно уместить в рамки закона. Мы не можем сказать человеку будь ответственным, будь хорошим гражданином. Мы этого не можем через закон потребовать от гражданина. Мы не можем сказать, что у тебя должно быть достоинство, будь достойным. Мы не можем так сделать. Поэтому демократия это очень сложный процесс, каждодневный. И я всегда говорю своим друзьям в Монголии, что политика должна стать ритмом нашей жизни, ритмом повседневной жизни. Мы не можем жить вдалеке от политики. Мы знаем, что Россия и Китай, наши соседи, Монголия, у нее только два соседа, с которыми мы граничим. В сердце, в уме мы, конечно, граничимся со всем миром, мы общаемся со всем миром. Но географически мы зажаты между Китаем и Россией, и эти две страны, они огромные, они очень большие, и это такие пространства, которые не хотят, чтобы их граждане занимались политикой. И это очень большая проблема. Вот это идет дипотомия между несвободным обществом и свободным с древности, потому что в древней истории наши предки Хунну которые примерно занимали ту же площадь, что сейчас монгольские народы. Это Монголия вместе с Южной Монголией Бурятия. И нашими соседями тогда были китайцы. Ну вот империя Цинь, империя Хань. И по-моему у Сыма Циане было написано, что жители приграничных районов убегали за стену и к Хунну. Они присоединялись к Хунну, потому что у них жизнь веселее и свободнее. И я вполне могу понять себя жителя вот этого приграничного китайского района, потому что в Китае с самой древности была очень строгая соблюдалась иерархия в обществе и регламентация. То есть что можно делать, чего нельзя делать, вплоть до того, что даже вот было, ну как сказать, вот в нашем фильме Кинзадза в советском Георгия Данелия там была цветовая дифференциация штанов. А в Китае была также цветовая дифференциация, то есть кто имел право носить платье какого цвета. И даже регламентация того, что можно есть, а чего нельзя. То есть мясо, например, имели право есть только высшие классы, а вот низшие классы, почему китайская пища еще такая разнообразная в ходе того, что вход и тут там, ну все, что, как говорится, растет и движется. Вот именно потому, что нужно было, в общем-то, соблюдать эти правила. Вот, и при этом за стеной совершенно живет общество по другим законам, и главный закон это свобода, при том, что, да, действительно, это не было совершенно бесклассовое общество, то есть были шаньюи ханы, были простые люди, но в то же время, как в почевых обществах, да, каждый мужчина становился воином, и это было общество военной демократии. И поэтому, когда говорят, что вот сейчас монголы, монгольская империя, орда, это все в российском обществе и в украинском также имеет такую очень негативную коннотацию. И часто, начиная с 19 века, да, шло такое вот совершенно очернение того, чем была монгольская империя. И вот особенно русские писатели, да, как бы говорили о том, что вот это было значит что-то вроде восточной деспотии, но это тоже термин 19 века восточной деспотии, и таким образом продвигалась эта идея, что вот эта идея не свободы, тотального диктата государства, все это наследие орды в России. И при этом сейчас, например, если мы посмотрим на современную Монголию, да, современная Монголия является оазисом демократии вот в своем регионе, то есть при том, что как бы можно было бы наверное предполагать, раз Россия является таким деспотическим государством из-за того, что там 300 лет было монгольское иго, татарское, то почему же Монголия демонстрирует миру вот этот вот расцвет демократии, вот, ну, то есть это первый вопрос, да, а вот второй вопрос, это действительно, мне кажется, что нам нужно больше говорить о том, что, чем на самом деле, как на самом деле было общество устроено, даже во времена империи, или, например, уже когда империя как бы пала, да, то есть как общество функционировало, и, например, если говорить про Бурятию, да, бурятские племена, то, ну, как Оксана говорит, мы всегда были диссиденты, то есть вот по строчке Бродского, если суждено в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря, вот буряты жили в глухой провинции у моря, Пайгалдалей, и у нас в принципе, да, когда вот русские служилые люди пришли, то там действительно у нас были и лучшие люди, как они писали, и там простые, да, мужики черные, но тем не менее в любом случае у нас общество было достаточно эгалитарное, потому что я не помню из как бы нашей литературы даже о том, что вот ну как-то была такая строгая иерархия, всегда в принципе как вот внутри управления да, обществом, оно всегда было демократическим, вот например у нас были учреждены степные думы, а что такое степная дума? это орган демократии и я думаю, что действительно у нас в принципе вот эти вот демократическое устройство, оно уже в прошивке у нас, поэтому например нам трудно с такой какой-то иерархией мириться, то есть мы не воспринимаем например вот например какие-то если где-то в обществе существует иерархия, там есть аристократия, да, есть простой народ, для многих нас это как-то ну то есть не находит отклика. Совершенно с вами согласна, я хочу добавить, что монгольская империя это империя, которая делала менеджмент, она никогда не хотела ассимилировать насильно навязывать свою культуру, свое видение, свои какие-то формы жизни, хозяйствования и тому подобное. Монголы в древности не ездили, не завоевывали, чтобы все стали кочевниками. Такого не было. Монгольская империя это империя менеджмента и благодаря этому менеджменту наши предки создали первую версию глобализации. Я наверное я хотела бы спросить у вас Раджана, наверное в Америке монголы себя чувствуют вольготно и привольно, потому что мне кажется мы считаем, что США это как наша империя после 800 лет истории. Там всего намешано, там свободы, там люди индивидуальны, там поощряется индивидуальность. Наш метод жизни, хозяйствования, кочевья это что такое? Это малые группы, которые живут самостоятельно, кочуют, они напрямую общаются с природой, они один на один с природой и они сами создают свои продукты. У них Юрта, что такое Юрта? Юрта это завершенный архитектурный проект. У Юрта не может быть дальнейшего развития, потому что оно завершено, понимаете? И я считаю, что вот мы видим сибирские народы, коренные сибирские народы, венки, чухчи, как они живут с оленями, как они кочуют, какие они самостоятельные, как они самостоятельно, каждодневно им приходится самостоятельно принимать решения. Не может быть никакого левиафана, который будет говорить «сиди так, стой так, спи так, ходи на юг или возвращайся на север» и тому подобное. Поэтому индивидуальность у нас в крови, у нас в генах, самостоятельность у нас в крови, у нас в генах, поэтому я думаю, все нормально, у нас есть хороший потенциал. Джек Озерфорд, американский историк, он как раз писал о том, что Монгольская империя это была корпорация. Вот как раз да. Вот, то есть для того, чтобы шла торговля, да, чтобы вот шелковый путь функционировал без помех. да, да, совершенно согласна. А свободный обмен товарами, людьми, ресурсами и, самое главное, идеями. Возрождение, да, Возрождение в Европе триггером стала, мне кажется, Монгольская империя, то, что создали наши ханы, показали пестрый разнообразный мир и интерес к нему возбудили, да, поэтому я считаю, что триггер для Возрождения это была именно Монгольская империя, то, что делали наши с вами предки. Нам есть гордиться, у нас есть огромное красивая культура и мы можем поделиться с этим, со всем человечеством, мы сможем жить вместе с разными народами. Я бы, я на прежней встрече тоже говорила, что я думаю, что буряты это хранители Байкала и мне кажется, нам нужно развивать этот бренд, сделать такой брендинг. Буряты это хранители Байкала, а Байкал сможет напоить очень многих разных людей из разных культур. Мне кажется, это нормально. Красота нас всех спасет и эта внутренняя красота у нас есть, его нам подарили наши предки еще со времен кунну. Так что я совершенно с вами согласна. Теперь нам главное создать правильные предпосылки для того, чтобы это случилось. И мы понимаем, что пока мы не достигнем своей независимости, у нас таких условий, к сожалению, не возникнет. Поэтому будем продолжать нашу деятельность. даже элементарно на государственном уровне про взаимопроницовение культур, когда ты видишь, как живут другие люди, ты становишься терпением. Господи, какие дорогие билеты. Из России же невозможно практически уехать, если ты работаешь учителем или врачом. Я улетела, например, на отдых через Монголию, потому что из Монголии достаточно дешевые билеты. Все удивлялись, мои знакомые. В России это нереально просто. Я за те деньги, которые купила в билеты и в Россию за деньги могла бы четыре раза туда-обратно слетать просто. И, конечно, это тоже часть такая, небольшая часть, как государство подавляет это. Те, кто могли, были какие-то небольшие деньги, уехали. И, кстати, всех выпускали. То есть, это тоже часть политики государства. Все, кто могут, пожалуйста, и я, и здесь останутся те, кто не могут уехать. Те, кто нигде никогда не бывали. И тоже, конечно, каким образом это все будет дальше разрешаться, непонятно пока. Даже вот на элементарном уровне. Огромные пошлины. Вот мы знаем, например, Монголия, очень развит транспорт. Люди покупают японские автомобили, Prius, гибридные, все имеют свой транспорт. И это действительно возможно купить. Это недорого стоит в Японии. Но пока ты везешь машину в Россию, у тебя государство стоит сверху еще миллион. И транспорт становится, даже транспорт становится чем-то элитным, элементарный автомобиль. И, конечно, это вот эта часть, эта часть политики государства не составляет проблемы отменить эти пошлины. Это не стоимость первоначального автомобиля. Но нет, это планомерно делается. Люди это не осознают, что, по сути, мы и кормим эту огромную машину. Это огромный чиновничий аппарат, который абсолютно бессмысленно работает. Этих вот поставленных губернаторов, которые тоже исполняют роль просто, я не знаю, куклы на пальцах вот эти вот, да, потому что у них нет никакой политической воли. Они ничего не решают. Они не личности, они не субъекты политики. Они просто, что им говорят, они то и делают. Мы прекрасно это видим по нашему главе республики, Алексею Цуденову, что это человек без своего мнения, это человек без своей позиции. Я не знаю, я... И, как бы, это тоже осознание, оно же приходит не сразу. Я работала на муниципальном телеканале, когда были выборы Шутенкова, ну, все, наверное, помнят, да, были протесты. Я работала тогда и занималась в том числе пиар-компанией, шла его, я поддерживала эту пиар-компанию. И сейчас, конечно, я осознаю это, ну, что произошло, да, в тот момент. И поставили такого уже абсолютно блеклого, не политика, да, во главу города. И, ну, это системная проблема. Системная личность, и личности подавляют, личности нет. То есть ты должен быть винтиком системы, ты должен делать то, что тебе говорят. Это, конечно, страшно. И это повсеместно. Повсеместно происходит. Да, я призываю не отчаиваться, потому что если подойти с умом, да, с организацией, то можно понять и дать, научить, да, своих сограждан тому, что, ну, например, вот Щедровицкий, да, он вёл такое понятие биоцит. Он, это прямо вот нижний уровень того, что человек осознаёт себя биологическим субъектом, да, вот я биологическое существо. У меня есть там психологические всякие наклонности и тому подобное. И Щедровицкий это называют словом биоцит. Верхний уровень над этим это уровень индивидуума, который осознаёт, что он социальное животное, социальная единица. Я индивидуум в этом, в этом обществе, например, да. И самый верхний уровень вроде бы это культурный уровень. Это где, когда уже человек чувствует себя личностью, культурной личностью. Поэтому, если подойти с умом, вообще считается, что политика, в политике самое важное это организация. Я недавно слышала у кого-то, что великие политики оставляют после себя организованность. Поэтому, если мы будем по-доброму друг к другу относиться, с уважением, то эта организация, она сама собой появится. И наш внутренний призыв должен быть всегда призывом созидания, стремления к красоте, а не конфликту, да, или какой-то мести, обиды, злобы и тому подобное. Вот я, например, да, монголка, я знаю русский язык, я учила в советской школе, я благодарна всем моим учителям. Меня учили и русские, и украинские, и евреи, наверное, учителя тоже были, я не знаю, конечно, все советские люди, да, они были моими учителями, и я им до сих пор очень благодарна. И вы знаете, что, какой мысль я хотела сказать? Вот. Попала бы, ушла в благодарность и забыла свою мысль. Я вообще очень позитивна. А, я хотела сказать, что я знаю русских, я знаю вот такой вот усредненный, да, образ русского, который очень много обижается на нас, на монголо-татарской икон, на Орду, на Золотую Орду. И я в этом вижу отсутствие благодарности. Вы знаете, вот отсутствие благодарности. Во время Золотой Орды монголы брали налоги, они показали, что такое почта, что такое вот создать нетворк, что такое торговля, и тому подобное. Мы научили о зам государственности русских князей. И монголы в то время не брали налогов с религиозных, да, храмов там, с религиозных людей. Но потом, когда Золотая Орда, ее не стало, эти религиозные люди без благодарности писали страшную историю про нас. Была создана черная легенда про монголов. Это не только русские делали, это европейцы тоже к этому причастны. Но мы знаем, почему, потому что монголы, нестериане, да, христиане, они хотели союза с христианами Европы, и было предательство с их стороны. И чтобы скрыть свое предательство, свою слабину, свое лицемерие в глубинах Европы и через Россию была создана черная легенда про монголовы. И этот термин, черная легенда про монголовы, он вел бурятский ученый. Я забыла его фамилию, но это был ученый-историк начала XX века. И я об этом рассказывала в Японском университете, я просто забыла его фамилию. А мне сказалось, что это Лев Гумилев об этом писал. Это был бурятский историк Джамс Ранг или кто-то, я забыла. И он как раз впервые, мне кажется, использовал термин «Черная легенда про монголовы». Может, я ошибаюсь. А может, это был также Калмык, да, Рэнджен Харадаван? Может быть, это у него был? Харадаван, да-да-да, Харадаван я вспомнила. Тогда это Калмык, да. Да, у нас действительно очень сложные были этапы взаимоотношений. То, что буряты сделали в свое время в Монголии, это, конечно, нам тоже предстоит это все осознать как народы, потому что люди, мы должны признать все самые темные страницы так же, потому что пока мы не перепишем всю историю, в смысле, не восстановим ее, правильно сказать, мы не сможем идти дальше и строить наши новые отношения. Это действительно очень такие, да, много разного между нашими народами. Вот. И сейчас мы пока еще на этапе того, что мы восстанавливаем свою историю присоединения к России, да, избавляемся от всех мифов, которые вокруг этого. Да, у нас еще очень много предстоит работы в этом плане. Ну, это будет очень, как бы сказать, интересная, вкусная работа. Это очень важно, это интересно. Это важно и значимое, и самое главное, интересная, хорошая работа. Мне вот очень интересно, в Монголии до сих пор есть очень такое романтизация, мне кажется, тоже существует, если может быть я ошибаюсь, или это только у старшего поколения, вообще тоже русской культуры, русская, очень любят русские песни петь, я постоянно вижу в Ютьюбе, певцы поют на таком прекрасном русском языке какие-то вообще старые советские песни, то есть из года в год это, потом я видела недавно тоже какой-то очень ностальгический выпускной, все одели вот эти советские школьные формы, что-то там тоже пели, не знаю, как бы это может быть немножко прокомментируете это или это же меняет? Вы правильно заметили, это внутри меня борются чувства, иногда мне кажется, что это груз, это как-то стыд, но с другой стороны я желаю поправить себя, как бы сказать, сказать тебе, что это тоже хорошая черта, это черта благодарности, это умение и мы знаем, что Россия, Советский Союз нам помог в 20 веке, как-никак, была война с японцами и мы с помощью Маши Ложукова, с помощью советских солдат мы отстояли нашу территорию, нашу субъектность политическую, как-никак, хотя она все время контролировалась со стороны СССР и КГБ, это мы все знаем, мы знаем, какую жертву нам пришлось заплатить в 20 веке, я на предыдущей встрече вам говорила, что буряты, тувинцы, внутренняя Монголия, Южная Монголия, вы все как синие горы, которые нас окружают и нас, вы охраняете нас, и мы монголы, мы вообще никогда ничего не можем сказать, ни одного плохого слова в сторону Бурятской Республики, тувы, внутренней Монголии и тому подобное. Наша судьба это кланяться вам, стараться помогать, я считаю, что это наша судьба, это наша ответственность, это то, что мы должны нести, и когда наше старшее поколение, да, оно прославляет русскую культуру, там, поет песни, да, и тому подобное, когда наносят цветы памятнику Маши Ложукова, ну, это просто свойство народа, который умеет благодарить, который умеет сказать спасибо. И я рассказывала байку про дедушку, да, который кочевал в глубинах гор, он не был подвержен пропаганде сталинской и чайболсанской, да, и вот он вышел, ему рассказали, что была страшная война, великая война, Вторая мировая война, и мы все помогали, снимали серьги, золотые кольца, отдавали, создали танковый там полк, отправляли мясо, пищу, да, отправляли полушубки, теплые носки, варежки, шапки и тому подобное, волок, да, все, там, коней, да, отправляли, табуны и тому подобное, дедушка застыдился и сказал, хорошо, я опоздал, но никогда не бывает поздно, поэтому я отдам сыну Сталину, который победил одного коня, и отдам двух коней сыну Гитлеру, который был побежден. Мне кажется, вот именно разница в этих двух цифрах, да, один конь Сталина и два коня Гитлера, мне кажется, именно это отличает настоящего, истинного монгольского воина от современного русского агрессора. мне кажется, это очень важная философия в нем скрыта, философия победы, когда монгол побеждает, он в основном побеждал в средние века, когда он побеждает, у него сразу же после победы возникает чувство великодушия, когда нужно протянуть руку помощи, да, поверженному своему врагу, и вдобавок к этому я хочу сказать, но я бы не хотела, конечно, называть, что это байка про дедушку, это скорее легенда про нас, про наших монгольских воинов, я хотела бы еще добавить, что Ясугей Батар, отец Чингисхана, он, когда пришел после битвы с татарами, он узнал, что у него родился старший сын и назвал его именем Тимутин, Тимутин это татарское имя и это имя поверженного им врага, которого он смог победить, но этот враг настолько прекрасно с ним сражался, что Ясугей Батар так впечатлился, что смог дать имя его имя в память о поверженном своим враге, его имя своему старшему сыну. Мне кажется, наше чувство благодарности, чувство великодушия и философия победы, она имеет вот такие древние истоки у нас. Мне кажется, что это была реакция на то, что очень много молодых людей вышли на протест у посольства, когда посол России Азизов делал какие-то заявления. И после того, как после начала войны в последних числах февраля Монголия подписала какой-то такой меморандум о том, что будет проведен газовые трубы в Китае и тому подобное, и молодые люди вышли к посольству, выражая протест также за Украину, и наши молодые люди, они называют себя No War, и они каждую субботу протестуют у посольства России, поэтому как бы, ну, это были собранные скорее люди, но, конечно, они, есть среди них и те, которые от чистого сердца поддерживают российскую сторону и тому подобное и вообще российское посольство, русский дом, культура, они, у них много денег, у них есть ресурсы, да, а те, которые против войны и за Украину, они чисто вот, это воля, их воля, это волевая поступка, я считаю, я почти полгода тоже вместе с ними протестовала в посольство, поэтому знаю не понаслышке. И я хотела бы тоже выразить благодарность, вот вы сказали, что монголы чувствуют благодарность к народам, которые окружают Монголию, потому что они защищают Монголию со всех сторон, а мы, в свою очередь, сейчас хотим выразить нашу благодарность глубокую за то, что вы протянули руку помощи в час опасности, в час большой нужды, и мы никогда не забудем этого. Спасибо большое. Важно. Спасибо. Мы всегда в долгу. Мы всегда в долгу. Вы все наши синие скалы, и мы очень хорошо понимаем, через что вам приходится проходить, поэтому мы всегда будем в долгу. Хочу подтвердить, что все мои знакомые, кто уезжали после мобилизации в Монголию, действительно очень большую помощь им оказывали, многие остались, поступили там на учебу, и я вот недавно встречалась, и очень довольна, и благодарна, и даже многие хотели транзитом через Монголию ехать дальше, другие страны, но остались в Монголии, потому что и к дому близко, и все прекрасно, и очень нравится. Большое спасибо вам. И вам большое спасибо. Мы всегда будем вместе. Мы вечные соседы, поэтому нам придется вместе жить. Надо, чтобы главный мотив нашей совместной жизни, это было стремление к красоте, к доброму соседству, поэтому я думаю, нас ждет хорошее будущее, я думаю, силы зла, они всегда будут побеждены. Мне кажется, это вообще самые прекрасные слова для окончания нашей запись сегодня. Даже не хочется портить такую хорошую концовку. Спасибо большое. Давайте. Получилось очень терапевтично для меня, честно говоря, это работа, потому что многие мысли прямо легли зерном в душу, например, вот Булган говорил про любопытство, вот это, как-то так я тоже на себя посмотрела с этой стороны, что действительно я очень любопытно читать. А вот окажется, да, почему. Я к тебе это присвоила, да, эту часть энергичности и действительно прямо как терапия, да, очень приятный разговор. Спасибо большое всем. Надеюсь, я излишне эмоционально и болтливой не была, не заняла в эфир. В общем, нет. Большое спасибо. Мы все просто в порядке. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...